Девушки отдыхают Лёш, очнись! Лёш, ты жив, Лёш! Послушай, со мной давно был человек, Михаил. Где он, а? Кто это? Это девушка, та самоубитая. Мама! 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 Что? Добрый вечер. Извините, что так поздно. Это вы, профессор Бовчиня? Я очень удивился, когда мне прислали книгу от вас. Хранитель жив, ключ хранится в нём, и жизнь его таит угрозу всем. Начало в нём, и в нём конец. Да, хотя спросить тебе. Ты одна? У тебя есть кто-нибудь? Будь у меня кто-нибудь, разве я поехала за каким-то сумасшедшим, подозреваемым целой кучей сильных убийств. Тварь! Откуда ты мне звонишь? Где ты? Хочешь меня увидеть? Организуемый приезд в Москву. О чем ты думаешь? Ты знаешь, я... Я впервые задумалась, останемся ли мы в живых. Организуемый приезд в Москве. Организуемый приезд в Москве. Организуемый приезд в Москве. Организуемый приезд в Москве. Продолжение следует... 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 Ну, если ты мне поможешь, я, может быть, вспомню машину его. А ты иди за ней. Где Катя? Куда вы ее увезли? Отдыхает она с моими людьми, пока ты не вспомнишь, где мои деньги. Попробуй только троню ее пальцем. А то что? Ладно, успокойся. Быстрее вспомнишь, никто ее не тронет. Вот, послушай ты, Сергей, удивляйся, почему ты позвонил, а? С такими деньгами ты должен был быть уже далеко-далеко. Что за игру ты затеял? Да нет никакой игры. Я реально ничего не помню. Я должен понять, что я здесь делал, где я бывал. И тогда, может быть, я все вспомню, и ты получишь свои деньги. Ты хочешь, чтобы я поверил в этот бред? Ну, короче, у тебя полчаса времени. За эти полчаса ты можешь спросить все, что угодно. А к концу дороги ты должен вспомнить, где мои деньги. Откуда ты меня знаешь? Ты партнер моего старого клиента, Никиты. Чем мы с ним занимались? Дурь толкали. Он мой дилер. И ты мой дилер были. Вы оба работали на меня. Он два года, а ты месяцев десять-одиннадцать назад появился. И до твоего появления у меня с Никитой все было хорошо. Ты что, этого не помнишь? А что было до меня? Ты что, мед? Ты хочешь получить свои деньги? Никита управлял клубом. Работал много лет. Особенных звезд не хватал. Потом появился ты. За два месяца резко раскатал заказы. Десять раз поднял объем. Перешел, как говорится, на другой уровень. А потом начались сбои. Вы стали брать все больше и больше. А денег не возвращать. Мы потребовали бабки. Никита позвонил и сказал, что ты везешь всю сумму долга в клуб. Один миллион. А когда мы утром приехали в клуб, Никита и его девушка были мертвы. А тебя с деньгами не было? Охранник подтвердил, что ты приходил с сумкой. Вроде отключил наблюдение, А потом исчез куда-то. Тебя засекли еще и в их квартире. А потом... Твой след простыл вместе с моими деньгами. Ну что, вспомнил? Мне нужно в ту квартиру. Бессмысленно. Мы там все посмотрели. Денег нет. И все-таки... Ладно. Поехали. Эта квартира уже наша. Как и клуб. Это Никита? Ты что, придурок? Своего друга не узнал, которого убил? Катя, девушка, с которой я был. Без нее не вспомню. Это как? Она ведет меня в гипноз. И, возможно, память вернется. Я не понял, Мерза. Он нас за идиотов держит? Да оставьте его! Слушай, если что-нибудь будет не так, я ее убью. Они у нее дома. Едут уже. Значит, скоро все закончится. Леша, очнись! Леша! Леша, посмотри на меня! Леша! Где я? Что происходит? Ты не узнаешь меня? Сволочи! Что вы наделали? Что вы ему вкололи? Вы понимаете, что он может умереть? Это не твое дело, женщина. Ты же психолог у нас. Так вот, залез ему в мозг. Узнай, где мои деньги. Только побыстрее. У меня времени нет. Леша, Леша, очнись! Леша, помоги мне! Слышишь? Ты должен собраться силами, иначе сейчас всем будет плохо. Помоги мне! Давай! Помоги мне! Я должен все вспомнить. Как мне помочь? Веди меня в гиплоз. Может, ты сможешь там что-нибудь найти. Это невозможно. Ты не в том состоянии, понимаешь? Каком не состоянии? Все плохо, Катя. Шевелись, врачиха! У тебя 10 минут! Собираешься! Давай! Не тяни, Катя! Не тяни! Катя! Не тяни! Помоги! Если не вспомнил, у меня конец. Садись. Садись. Закрой глаза. Расслабься. Пространство исчезает. Есть только ты и мой голос. Когда я досчитаю до 10-ти, ты вспомнишь все, что было два года назад. Раз. Твои види тяжелее. Два. Откройте меня! Освободите проход! Срочно в операционную. Полная потеря личности. Трата долгой памяти. Восстановление исключено. Отправиться на постоянную сережность. Все будет хорошо, солдат. Я сделаю из тебя нового человека. Ты слышишь меня? Нового. Держись. Вы все мои сыновья. И каждый из вас стал новым, совершенным в своей области человеком. Дети мои. Я отпускаю вас в самостоятельную жизнь. За каждым из вас будет наблюдать один из наших специалистов. Со мной остается только Леша. Он мой главный. Он хранитель ключей. И в нем заложено то, что в дальнейшем понадобится для продолжения эксперимента. Леша, ты уникален, понимаешь? Ты можешь обладать какими угодно возможностями. Ты можешь стать кем угодно. Для этого тебе надо просто перепрограммировать. Ты доказательство правильности моих разработок. Для того, чтобы это восстановить, тебе надо просто все вспомнить. Иди. Иди. Настя может никогда. Мы тоже не остались. Найди. Чем тебе разрешить, первый гипноз? Катя. Не плевать вам. Отдай свои деньги. Я видел. Но не все. Там осталось что-то важное. Нет! 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 Наш гость проснулся. Как вы себя чувствуете? Вы кто? Я ваш друг. Это только для вашей безопасности. Вы заставили меня понервничать. Сначала исчезли, а потом убили стольких людей. Зачем вы убивали подобных? Хотели поднять себе цену? Вы и так без сцены. Не стоило так рисковать. О чем вы? Я понимаю, что вы еще не все вспомнили. В вас хранится ключ к проекту Янус. Программатору личности, созданным вашим создателем-профессором. Но ничего, большие деньги помогут вам вспомнить. А денег будет много. И не только денег. А новое место в мировой иерархии. Декатрия. Экатерина. Она с нами. Она всегда была с нами. Екатерина Константиновна блестяще справилась со своей работой. И привела вас к нам в нужном состоянии. Правда, вы исчезли. Заставили нас сильно понервничать. Но все хорошо, что хорошо кончается. Соткнись, это правда? Я спрашиваю, это правда? Да ты такая. Что за дьявол в тебе живет? Я вижу, что мы не понимаем друг друга. Начнем без понимания. Не трогай меня. Успокойся. Ты сделаешь себе только хуже. Послушайте женщину, Янус. Она все правильно говорит. Мы потихоньку извлечем из вашей головы ключи. Потом вы будете отдыхать, и все будет хорошо. Какие ключи? От технологии Янус. Она у нас есть, но без ключа она не стоит и ломаного гроша. Спи. Когда он заснет? Через две минуты. Можем начинать операцию. Вы обещали не делать ему больно. Он крепкий солдат. Он выдержит. Подождите. Я посмотрю, уснул он или нет. Можете начинать. Прошу. Это он? Да. Да. Продолжение следует... 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 Нельзя ничего вспоминать. Нет. Нельзя. Зачем? В больницу ее быстро! Ка, держись! Держись, не умирай! Взяли! Быстрее сюда! КРИК Катя, зачем ты это сделала, а? Зачем? Кирилл, быстрее! Едем, едем! Сейчас! Леша, я люблю тебя. Больше жизни люблю. Так было надо. Кирилл, быстрее! Еду, еду, еду! Тот профессор, Рапопорт Константин Леонидович, мой отец. Что? Он приставил меня и еще трех девушек-психиатров следить за результатами экспериментов в реальной жизни. Мне достался ты. В результате ранения шока ты полностью потерял память. Отец создал твою новую личность, и ты был первым, кого удалось перепрограммировать при помощи чипа и заставить выполнять задания при помощи гипноза. Катя! Все шло слишком хорошо. Отец приблизился к невероятным результатам. Но в Министерстве обороны испугались проект и прикрыли его. Послушайте, вы не имеете права! Он обратился за помощью к какому-то фармацевтическому концерну в надежде, что те помогут ему продолжить работу. Они сперва забрали все материалы и единственный программатор, но им были нужны еще подопытные. Хорошо. Ваше местоположение было засекречено. Катя, 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 Катя! Катя, не отключайся! Не спи! Кирилл, давай быстрее! Кать! Катя, очнись! Не спи! Не спи! Я прошу тебя, не умирай! Говори, говори со мной! Когда отец понял, что все обернется во вред, и он ударил инфаркт. Я как раз поскандалилась с ним, он признал ошибку, и обучил меня технологии программирования, о чем не знал никто. Он сказал, что единственный способ остановить их, это уничтожить все материалы подопытных. Тихо, тихо, тихо! Программаторы, главное, тебя, потому что ты был носителем ключа к нему. И только тебя можно было перепрограммировать при помощи машины и больше никого, потому что иначе они получат доступ к новой технологии, создающей новых сверхсильных людей. И тогда я решилась, Леш, я решилась. Я устроилась работать к ним в надежде когда-нибудь добраться до программатора. Я заставила тебя все забыть и найти своих друзей подопытных. А когда ты их находил, я их убивала. Я уничтожила Чипа и стреляла тебе память. Помешал только Вазгену, он утащил тело Михаила в пещеру. И еще кто-то шел по нашим следам и оставлял улики против тебя. Он-то нам все и перепутал. Из-за него я упустила Олесю, наблюдательницу Михаила. С ее убийства и началась наша последняя встреча. Последняя встреча Катя и Алексея. Этого не может быть. Это неправда. Это бред, это сказка. Этого не может быть. Нет! Может, Леша, может. Иногда ты что-то вспоминал и оставлял себе зацепки. Это конверт с паспортом и деньгами в Сочи. Фотографии той девушки. Это был результат вспышек. В этом тебе очень помог Михаил. Он был самый умный и продвинулся дальше всех. В расследовании своего прошлого он даже нашел... Тихо, 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 тихо. Он даже нашел Вазгену. Игорь, быстрей! Первоподопытный умываться. Да еду я. Еду. Почему? Почему ты не убила меня? Не смогла. Леша. Что? Что? Нет. Я убираю. Нет. Нет. Черт. Кирилл, быстрей! Еду, еду. Кирилл! Тихо, 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 тихо. Кать, потерпи. Кать, Кать! Не отключайся. Держись, держись. Сейчас. Леша, я вспоминаю. Чип в моей голове. Возьми. Чип в моей голове, Леша. Так нельзя оставлять. Надо уничтожить, Леша. Тихо, 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 Кать. Кать, говори. Говори со мной. Говори. Говори. Я люблю тебя. Я тебя тоже. И ее. Спаси. Я стараюсь, Кать. Я, 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 я стараюсь. Потерпи. Потерпи. Мы скоро будем в больнице. Потерпи. Ее спаси. Ты ей нужен. Не. Не! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и что ты будешь делать? Добьешь... Да кому ты нужен? Приберите здесь! Когда вы поняли? Приберите здесь! 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 Ну, вот и пришли. Георгий Погосов, то есть ты. Кажется, здесь жил. Что-нибудь помнишь? Дай закурить. Я же не курю. Погоди, а ты разве куришь? Не знаю. Не помню. Родители. Иди. Родители. 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 Теперь главное, чтобы отца инфаркт не ударил. Вы меня убьете? Да что вы все заладили. Кому ты нужен? А его? Жизнь покажет. Кстати, ему лучше вернуться в Новороссийск. Документы на имя Алексея Борисова у него есть. Обвинения уже все сняты. Ну и начальник, я думаю, не будет возражать. Кстати, за ним надо снова приглядывать. Вы могли бы справиться. Папочка, я же не психиатр. Я знаю телек тоже. Для этого найдутся другие специалисты. Не такой уж он простой, этот ваш опер. Как-то же удалось ему вырезать из головы ключи и заменить их на детский конструктор. Продолжение следует... Продолжение следует... Пап, пойдем! Пап, а почему мама умерла? Меня спасала, потому и умерла. Пойдем? Пойдем. А спасла? Что? Ну, ты говоришь, спасала-спасала, а спасла? Спасла, спасла дочка. Алексей! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok